Здравствуйте дорогие друзья. Вайгаш это в первую очередь взаимоотношения Иосифа и его братьев. История очень давняя, имеющая продолжение потом еврейской истории. Сказано, что гибель десяти великих праведников связана с ней. Но мы сейчас не об этом. Давайте вот о чем поговорим. Если написано в некоторых источниках, что Бог вложил братьям Иосифа в голову мысль о продаже. Где здесь свобода выбора человека? Сказал, что Бог сказал, что там обязательно надо, чтобы он туда попал. Есть очень много вообще рассуждений на эту тему. Абраманель сказал, что события происходящие с человеком в течение жизни, они могут быть разделены на три разных варианта. Первый тип поступков относится к событиям, причины которых не связаны с поведением человека никак. Например, там на голову не дай бог падает черепица или там выиграл миллион в лотерейном билете. Это никак не связано, нет причинно-следственной связи. Мы не можем сказать, почему так произошло. Конечно, есть причина какая-то. Но она может уходить корнами в прошлую жизнь и так далее. То есть установить мы не можем этого. Это не зависит напрямую. Поэтому тут ничего мы сказать не можем. Второй тип самостоятельные решения и поступки. Вот за них человек получает наград, наказание. Причем написано, что как от небесного суда, так от земного. И в этих делах проявляется вот свобода выбора человека. И он как бы может сделать лучше, хуже и так далее. Третий тип это самый сложный, поскольку это синтез. Бывают случаи, когда Всевышний как бы, тут тоже не все так просто, но как бы лишает нас права выбора. То есть фараоном, что сказано, ожесточился отца фараона. Есть много толкований, мы сейчас не уходим в это, о том, насколько, как фараон мог выйти из этого. Но факт налицо. Так сказано. И с этим мы сталкиваемся. Братья, не просто так все-таки это произошло. Братья свои нелюбовью, завистью к брату, подготовили в своих душах почву для его продажи врагов. Всевышний же со своей стороны постановил, что так должно быть. Вот в этой точке очень часто у нас встречаются предопределение и предрасположенность. Это две разные вещи. Здесь человек участвует и Бог. Но пути могут быть разные. Если бы они не взрастили себе это, как-то иначе произошло. Иосиф мог попасть там великим царем без рабства. То есть пути уже это второе. Потому что Иосиф тоже прокладывал этот путь таким образом, что он говорил немножко не так о братьях. И вот Всевышний, когда хочет наградить человека, как говорили наши мудрецы, то он делает это посредством человека, которому тоже положена награда. И когда что-то плохое хочет, то тоже через человека, которому положено, на котором есть вина. Исходя из этого принципа, мы можем понять, что продажа в Египет была не только испытанием там для каждого участника, но и повторяю еще раз, у Иосифа тоже не все так просто. То есть исследование этих поступков, это как бы геносистема. Вот так вот мир развивается. Что из этого следует? Что мы живем в мире действия, совершаем какие-то поступки и надеемся, что они будут угодны творцу. А иногда он использует нас вслепую, что называется. Это так. Но от нас очень много зависит. Зависит от того, будет ли в какой-то мере нас использовать в такой ситуации или в такой. Если мы взращиваем в себе позитив, то если стараемся избежать гнева, там, зависть каких-то всех, то это снижает риск послужить орудиям какого-то наказания. Более того, скорее всего, через нас может прийти кому-то хорошая новость, предопределение. Надо понимать, что если человеку предопределены какие-то страдания, например, какие-то сложности, их не избежать. Надо правильно их проходить. Вот дорога, она одна. Ее все равно придется пойти с радостью или с плачем, как выберет человек. Кстати, Бог написано облегчает участь тем, что в этом подсчете все страдания пишут все, что мешает человеку. Если ты в карман руку положил, там, не нашел монетку или одну вместо двух, считается страдание. Книгу открыл на той странице, страдание. Тапочки не нашел, страдание. Поэтому каждая неприятная мелочь, только если ты на нее реагируешь не с криками, а с радостью и любовью, то тогда она списывает грехи человека. И очень важно помнить еще о потенциале и возможностях. Особенно тех, кто еще не погрузился в духовную красоту Торы, надо понять, есть возможность для космического прыжка. Люди, жившие жизнь далекая от кошерности, по неведению, или другое. Но вопреки вот всему тому этому, приходящие к Богу, делают колоссальный духовный прорыв. Мудрецы сказали, что они поднимаются в этот момент на такой уровень гораздо выше, чем те, кто, которым-то близко, которые живут в этой среде обитания. Поэтому дерзаем и достигнем. Брахава Ацлаха! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok